Всем привет! Сегодня я хочу поменять штатный генератор, который установлен на двигателе мотоцикла KTM XF250, модель 2012 года. Дело в том, что этот мотоцикл, как и кроссовый мотоцикл, оснащается достаточно слабым генератором. Если мне не изменяет память, то мощность, которой он вырабатывает всего лишь 35 Вт, этой мощности достаточно только для базовой работы двигателя. И если у вас возникнет желание или необходимость установить какие-нибудь дополнительные потребители электроэнергии, например, фару или USB-разъем для подзарядки различных электронных девайсов, то мощности штатного генератора будет уже, к сожалению, не хватать. Понятно, что на кроссовые мотоциклы ставить свет и какие-то электронные девайсы в большинстве случаев резона нет. Этот мотоцикл предназначен для другого. Но на моем кросс-кантри мотоцикле я катаюсь в основном эндуро, поэтому фара вещь нужная. Иногда приходится возвращаться домой и по темноте тоже. Был приобретен новый генератор от компании Trailtek. Есть, да, услуги, когда вы отправляете генератором Волго. Бери обмату, его возвращают. Ну, решил не заморачиваться. Вот, сделал подарок. Такой вот. Генератор компания Trailtek дает 90 Вт мощности. Этого будет хватать за глаза и на питание фары, и на подзарядку. Установка, по идее, должна быть достаточно простая. Достаточно снять вот эту крышку генератора. Снять старый генератор и поставить новый генератор. Перед установкой давайте посмотрим, что же у нас тут внутри. Это статор. Модель S836105. И в коробочке вот такой пакетик. Открываем. Куча пакетиков с поглотителем влаги. Все очень плотно. Ну, вообще, мне нравится компания Trailtek. Она делает отличные автомаки и просто запчасти для всех современных. Куча пакетиков для многих. Я покупаю много этих частей и всяких инструментов. Очень медовыми. Вот такая вот. Там струится. Выглядит все очень надежно. Собственно, приступаю к разборке. Снимаю крышечку. Для этого нужен ключ с головкой на 8 или гайковерт. Обычно для первоначального срыва используем ключ. А потом уже полностью полностью выкручиваем. Получу гайковерт. Так получается гораздо быстрее. Для того, чтобы сдернуть крышку с места, иногда полезно обстучать ее резиновым молоточком. Откручиваем старый генератор. Откручиваем датчик. И устанавливаем новый. Вот такой вот старый генератор. На новом прямо видно, что обмотка сделана из более толстой проволоки. Новый генератор установлен на место. И, собственно, осталось теперь крышку поставить на двигатель. Опять же, чтобы не сорвать резьбу, я сначала болт наживляю с помощью ключа, а потом уже затягиваю гайковерт. Собственно, на этом все. Установка нового генератора закончена. Надеюсь, он будет работать долго и надежно. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok